Основной этап сдачи единого государственного экзамена в России начался 26 мая. Через эту процедуру проходят все 11-классники, чтобы получить аттестат и поступить в вузы и техникумы. Ребята уже сдали географию, литературу и химию. 29 мая состоялся самый массовый экзамен по русскому языку. Сдают его все без исключения, так как он является одним из обязательных предметов. 355 выпускников 11-классов сдают русский язык. У нас работают два полнота приема экзаменов. Это школа номер 2 и гимназия номер 18. Есть определенный алгоритм и регламент при ведении экзаменов. Полностью он соблюден. Ребята проходят металлодетектор, они определяют по списку, смотрят где ни в какой аудитории, рассадка. И после этого будет обязательный инструктаж. Он начинается за 10 минут до начала экзамена. И после этого начнется распечатывание кимов именно в аудитории. В каждой аудитории распечатывается и сразу выдается ребятам. Чтобы получить аттестат, ребятам необходимо набрать не менее 24 баллов. А для аттестата с отличием не менее 70. Если планируется получать высшее образование, нужно набрать не менее 36 баллов. Математика наравне с русским языком тоже обязательно для сдачи. Но она делится на профильную и базовую. Поэтому лидерство по количеству экзаменуемых держит все-таки родной язык. Это только второй экзамен массовый, то есть это русский язык. Следующий массовый – это математика первого числа, базовая и профильную будут сдавать. Ну и далее пойдут уже по выбору. Пятого – там история физика, восьмого – общество знания, тринадцатого – английский язык, шестнадцатого – также английский, но устная часть. И заканчивает у нас девятнадцатого и двадцатого – информатика. Один из пунктов проведения ЕГЭ, расположенный в школе номер два, посетил заместитель главы города по социальным вопросам, общественный наблюдатель Дмитрий Ефлов. Он поговорил с организаторами и наблюдателями, осмотрел штаб, аудитория, пожелал удачи всем выпускникам. Анна Кириллова, Василий Обухов, Риоленинск.